Александр, расскажите, что это было за авиабаза, где она находилась? Гражданский аэропорт в городе Липопетровск, поселок Авиаторское, точнее, поселок не назову. Гражданский международный Липопетровский аэропорт, Липопетровский. Она база большая, военная, что там стоит? Гражданская. Обычная. Обычная гражданская, на которой базировались военные самолеты в тот момент. Да, истребители С-25 и вертолеты. Хорошо, тогда расскажите, пожалуйста, вот тот день, значит, какое отношение это авиабаза, эти самолеты имеют? Самолеты регулярно летали, бомбили, штурмовики С-25, Донецк, Лиганск. Продолжалось очень длительный срок, время. На самолетах, из 8 самолетов летающих ракетных, подвешены были ракеты воздух-воздух, которые способны сбить любые цели в воздухе. Они каждый день летали так? Раждый день, ежедневно. Каждый день с ракетами воздух-воздух летали? Все, все самолеты летали, да, но из 8-2 только были с ракетами воздух-воздух. Ага, каждый день они подвешили воздух-воздух. А в данном случае разве шли авиационные какие-то сражения где-то в воздухе? Нет, на самолеты подвешены были ракеты для прикрытия самих себя в воздухе. Для прикрытия? Ну, то есть на всякий случай. На всякий случай, да. В основном было подвески, это по работе по земле. Управляемые ракеты, бомбы. Итак, день 17 июля. Расскажите про день 17 июля. И регулярно летали самолеты с утра, целый день летали. В труповый день, примерно за час до вот этих событий, которые произошли с Боингом, было поднято в воздух именно три самолета. Поднимались по-разному, по два, по три, по четыре. В какое время? Вы не помните примерно? Нет, нет. Залетело три самолета, среди которых один был оснащен такими ракетами. Самолеты марки какой? Су-25. Су-25, так. Вы лично видели, что вылетел самолет с ракетами воздухов? Да. Где у вас точка наблюдения была, если это не секрет? Вы были за забором? На территории, на территории не скажу. То есть вы имели возможность смотреть это конкретно, что подвешивается, как? Да, вынесли три самолета с такими ракетами. Такие ракеты, как по мангрии. Такой самолет с ракетами мог не лететь, могли просто другие самолеты еще раздаваться. По истечению небольшого времени, как в среднем час происходил вылет, каждый вылет, вернулся только один самолет, два было сбитых. И вернулся вот этот один самолет, на котором были эти подвешены ракеты. А где, в каком месте были сбиты самолеты? Где-то на остыке Украины. Все три самолета были с ракетами воздухов? Один. Один. И вот он и вернулся или нет? Он вернулся. А два других, они не вернулись? Да, вернулся. И были сбиты. Летчик этот был очень напуган. Вы знакомы с этим летчиком, видели его? Вы знаете его? А можете сказать, как его звали? Волошин. Это был летчик Волошин. Он один в самолете был? Самолет рассчитан на одного человека. Имя его не знать? Владислава вроде бы, не скажу точно. Звание там? Капитан. И вот этот капитан Волошин вернулся, и дальше расскажите про него. Вернулся с пустым боекомплектом. То есть ракет не было? Да. Вот эти ракеты, воздух-воздух, не входят в БК основные. В боекомплект? То есть они подвешиваются под какое-то конкретное задание? Да, под конкретное задание, по отдельной команде. Как правило, самолеты с этими ракетами старались не выпускать воздух, потому что ракеты не зачастливают просто так, вот, с собой перемещать воздух. А она визуально как-то отличается? Там окраска обтекателя? Отличается своим видом личным. А как, какие внешние признаки сразу? Небольшая ракета, крылатая, с оперением, с головкой наведения. То есть ее опознать очень легко. Сколько всего ракет он несет, воздух-воздух? Воздух-воздух всего, возможно, две на этом самолете. Никогда они раньше не применялись, но вот по срочной команде они были, ресурс у них продлен. А вот никогда раньше, то есть он брал только в этот день? Они были списаны до этого, буквально накануне, за неделю до вот этого случая. Эти ракеты были в срочном порядке продлены и поставились на вооружение опять. Они использовались очень долгие годы. Потому что почему? Они повышенного риска? Ресурс вышел, у них беда. Старые просто. И вот в этот день, 17-го числа, их повесили на самолет, да? Ну, как бы они все время стояли с этими ракетами. А, но не летали? Ну, старались, да, поменьше их воздух пускать. Но в этот день они полетели, да. В этот день полетели, да. И вернулся он без этих ракет. Зная немножко этого летчика, вполне возможно, когда сбили два этих самолета, просто испуганная реакция неадекватная. И вполне возможно, было возможно, что от испуга или встали вместе запустить ракеты в «Боинг». Неизвестно, знал ли он «Боинг» это что или нет. Может, он принял его за какой-то иной боевой самолет, может, другой какой-то был. Они с самонаводящимися головками, то есть, когда он их нажал, они стали искать цель? Нет. Или как они работают? Летчик сам фиксирует цель. Сам фиксирует цель? Да, потом запускает ракету, а ракета уже летит на цель. Но что вы еще можете рассказать про этого летчика и про этот день, и вообще про этого летчика? Фраза была от него слышна, когда из самолета вылез. Самолет не тот. И вечером, вечерняя фраза была, вопрос у одного летчика к нему, к этому же, что там с самолетом. На что тот ответил самолет, оказался, не нужное время, не нужное место. А скажите, что вы еще знаете про этого летчика? Он давно там служил? Откуда вообще, что за капитан Воложий? Эта часть базируется в Николаеве, город Николаев, Украине. Это была командировка в этой части, в Днепропетровске. Накануне была у них командировка в Чугуе, под Харьковом. И все это время они бомбили Донецк, Луганск. И по информации одного из служащих в Николаевской части, они до сих пор продолжают это делать. Ну, то есть, как, по-вашему, могли развиваться события? Если я так правильно понимаю, значит, вот вылетели три самолета на боевую, на какую-то задачу. Два из них, они оказались примерно в той зоне, в которой находился Боинг. Два самолета сбили. Значит, этот капитан Воложий занервничал, испугался. Он подумал, что принял вот этот Боинг за какой-то боевой самолет, который может... Расстояние большое, он мог просто не видеть конкретно, что это за самолет. А с какого расстояния эти ракеты пускаются? Три-пять километров может цель фиксировать. Три-пять километров. А разница скоростей какая у боевого самолета и Боинга? У этого самолета и Боинга практически никакой. Это самолет звуковой. Но ракета очень довольно-таки хорошая скорость. Очень быстрая ракета. То есть догонит, да? Без проблем. А что касается высоты, там тоже споры идут. Он может на эту на 10 тысяч... Он может вполне на своем максимальном подъеме на 7 тысяч метров подняться. И вполне может спокойно зафиксировать цель. А, достать ее вверх туда? Да. Самолет просто может поднять нос вверх. И проблем никаких не составляет это зафиксировать и пустить ракету. Есть ракета, которая буквально может в корпус. Буквально может на расстоянии 500 метров. Есть ракета такая. Она, в принципе, в дроби. Она разрывается, дробь идет. А потом идет основная боевая часть ракеты. То есть помимо как вида обстрела пушки, могло и быть именно основное пробитие самолета. Украина также заявила, что два этих сбитых самолета были 16-го числа, а не 17-го на самом деле. И неоднократно вот эти даты менялись. Вы подтверждаете, что вылеты были постоянно, никаких перерывов не было? Было и момент, когда перемирие было между Витовым. Все равно некоторые вылеты были, продолжались. Не так активно, но продолжались. Много всяких расхождений по поводу трактовки, что самолеты несли или не несли оружие. Не в данном случае, а всякие запрещенные оружия типа фосфорного. Фосфорных там не наблюдалось, но есть очень похожие, в принципе. Это объемно детонирующая бомба. А не запрещенная? Запрещенная. Бомба была предназначена для Афганистана и запретили после тех... Расскажите подробнее, что это за бомба, почему она запрещена и как она применялась? Запрещена в какой конвенции или кем именно, я не помню, скажем. Бомба, негуманное убийство, выжигает все. Абсолютно все выжигает. То есть аэрозоль, получается, когда она... Совершенно верно. И они их навешивали и применяли во время боевых действий? Да. И были также запрещенные бомбовые кассеты. Какую цель преследовали в применении этого оружия? Они все выполняли приказ. А чей приказ? Чей приказ, непонятно. Но приказ, смысл такого оружия в запугивании? В максимальном уничтожении. В уничтожении. Не в запугивании, а именно в уничтожении населения? В максимальном, да. Какое поражение на население? Профициальная бомбовая кассета, в зависимости от размера, может поразить цель очень масштабная. Но сколько? Стадион. Стадион. Просто накрывает стадион одна бомба. Причем полностью, всю площадь абсолютно. У вас есть какие-то родственники на той части, которая сейчас отделилась? Родственники, близкие люди? Друзья знакомые. Друзья знакомые. Вы как принимали решение, что вы будете оттуда... Был против изначально этой всей антитеррористической операции. Не согласен с политикой государства. Гражданская война, я считаю, это неправильно. Убивать своих же людей, это ненормально. И какое-либо участие принимать или нет, но находиться на стороне Украины и быть к этому частично, хоть причастным, я был не согласен изначально.